здарова ребят на связи шамшурин и я тут специально заморочился решил найти старые фотки какие-то свои конечно это не все мои фотографии но как бы я даже не знаю суть этого видео в чем возможно суть видео в том чтобы показать тебе как люди меняются то есть у тебя наверняка есть какие-то свои старые фотографии какой-то десятилетней давности то есть есть люди которые почему-то не верят в то что я там был каким-то простым парнем который работал на стройке каким-то сельским гопников и так далее то есть ребят сейчас я вам покажу фотки вы в этом убедитесь вот сейчас я смотрю на них конечно мне кажется что это было очень давно как будто это все не про меня и на самом деле та жизнь она очень быстро забывается но в ней тоже было очень много всего прикольного хотя наверное негативных сторон было больше то есть при в первую очередь связанных с моей какой-то там бедностью с моей социофобии с моими комплексами тараканами со всеми этими штуками с которыми я борюсь боролся и там продолжаю бороться сейчас все эти несколько крайних лет и вот не знаю будет ли видно вообще на самом деле в тачке темно но хочу тебе показать фотографии я был кстати может быть надо открыть дверь чтобы стало светлее я был вот таким вот гопником то есть вот это вот я если узнаете вы смотрите какой модный и стильный парень на берегу волги с вовских берегов это та женщина с которой я впервые в жизни занялся сексом то есть мне было 19 лет это был 31 мая как сейчас помню то есть в 19 лет у меня случился первый секс ну то есть как говорят там я стал мужчиной хотя мужчиной мужчина становится конечно же не из-за этого но вот она это моя первая пассия и собственно я вот такой какой я был следующая фотка смотри есть вот такая вот история у меня здесь даже на приду на оборотной стороне написано лето 2002 года мы собираемся садись диман еще погодь только это не мешая видос снимаю залазь братуха мы собираемся в клуб диман ты видел эти фотки а ведет мне показывал вот то есть марим в таком виде я ходил в клуб очень моден был и короче там была такая история что были почему так темно мне кажется такая история что у нас был последний автобус из деревни в город и я на него короче опоздал автобус а я тогда ну например собирался в клуб а у меня не было допустим даже не то что деньги даже мысли не было что можно доехать на такси там и так далее . какой такси мы тогда ходили в клубы мы набухивались водки перед перед клубом в подъезде прям рядом деревне и приходи туда уже как нет мы ходили в городской клуб набухивались в соседнем подъезде приходили туда уже в буханые и короче да такая столь что вы знаешь чуть-чуть догонялись и все а у фейсеров то нет который скажет и нахуй бреда у меня было такое что короче тема такая что я настолько пару раз там нажрался что вы знаешь я вижу только так смутную дверь в выход с танцпола в туалет а у телок была мода так они танцевали и сумочки ставили на этот на пол рядом с собой с рядом сумочками так блять дойти до туалета чтобы чтобы там отсидеться от лежатся отбливаться не знаю короче это была жесть но это всякие там фотки со стройки то есть как бы это вот то что было не дал я завтра постригусь да вы такой же здесь я нормальный а здесь пиздец завтра пойду стричь вот я там всякие такие штуки делал ну то есть как бы этим я жил вот это мой бывший лучший друг саша но мы сейчас давно с ним не общаемся саша уже успел четыре года отсидеть за наркоту и выйти из тюрьмы привет ну привет я не думал что меня видно даже он меня вид как бы сашки привет хотя думаю что саша блять это точно не увидишь ну короче как саша и саша вот это мой бывший лучший другом и такими были гопниками я не знаю здесь не написано какой-то год это не видел ведь я на самом деле не умею играть на гитаре просто ну как бы так получилось что вот сижу с гитарой тут молодой красивый наверное для чувак вода самогон пили то есть это вот вот показывающие как все пикапы сукам жизни вот значит а здесь сидим мы три брата то есть мой старший брат вани который сигой мой двоюродный брат саня но мы сейчас с ним не общаемся и как бы по личной причины ну и собственно я здесь какой-то год я не знаю мне может быть лет 19 20 то есть у нас это сельская кафешка такая у нас там какой-нибудь самогончик припрятан под столом то есть вот так мы проводили диман вот прикинь вот там допустим кому-то сейчас 20 лет они уже проходят там не знаю наши тренинги проходит бизнес молодость там и так далее пробуем эти расскажу одну прикольную тему вот а вот я был 20 лет вот таким то есть я даже не знал в принципе что есть какая-то другая жизнь я понимал что что-то не так но хотя на этой фотке на и даже ничего не понимал вот такой прикол все сильно поменялось значит это я в садике вове пять лет восемьдесят девятый год все короче на как нормальные люди ходили в то время в шортах и в ну там футболка короче вот даже в группа есть фотка я короче в костюме в галстуке как мудак там жара и лето а сейчас зато наоборот то есть ну чтобы я сейчас одел костюм то меня реально костюм одеть не заставишь мне не нравится ну хотя иногда конечно по приколу в какой-нибудь кубешник завалится это мы чинили мою машину тройка такая у меня была тачка вот параллельно побухивали вот так вот я животное бля животные на чувак а че делать прикинь я такой же бывало нет самое интересное что вот это ну это я как бы ребят не фотомонтаж вот такая история отверстия направляешь правильно ну что фокусом не знаю да я как-то придрочился заранее не знаю посмотрим я единственное смущает что мы в какой-то помойке мы кстати приехали на расстановку по хеллингеру к самой крутой из всех психологин которых я знаю то есть и вот я сейчас хожу к ней на психотерапию то есть мы прорабатываем какие-то штуки связанные с моим прошлым чтобы я окончательно мог избавиться там от всех своих там оставшихся тараканов вот и ждем ее вот когда она придет но это как бы тоже крыльцо и вся такая хрень этот крыльцо я полностью кстати сам делал то есть вот все там я заливал сам этот тост в каркас то есть из бетона и соответственно потом обкладывала плиткой вот такую хрень я делал володе бизнес до бизнес прет вот этот тротуар очка кстати тоже мной положено один был ч 11 когда один когда не один . ну я имею до что самостоятельно я бля не курить зима то выду вот она х это куришь вообще нового врач ребят вот такая история если кому-то было интересно мне кажется может кому-то из вас было интересно каким был шамшурин молодости 10 лет назад и раньше на это видео она ничему не посвящено просто хочу сказать что 20 числа мы закрываем продажи книги то есть сейчас уже почти 2000 распродали мы в любом случае больше больше уже не напечатаем к вопросу тех людей которые умников которые пишут типа чужой сразу пять тысяч не закажите двигал такой комментом чувак написал если все так хорошо но если за каждые тысячи экземпляров приходится платить больше 200 тысяч рублей там ну первые тысячи еще дороже стоит ребят ну как бы пришлите мне бабки я не хочу рассказать пишите мне бабки я закажу 10 тысяч экземпляров то есть вот короче ребят тема такая 20 числа закрывается напрочь продажи книги то есть теперь она будет только весной и появится в магазинах и и издаст одной из самых крупных издательств россии то есть она будет немножечко там отрихтована цензурирована и так далее поэтому эту версию но можно успеть купить вот прямо сейчас 20 к вечеру сайт закроется продажа закроется надеюсь ты еще успеешь либо ты уже купил книжку с флешкой вот увидимся в книге увидимся во флешке это был шамшурин пока